Добрый вечер! 40 человек пришли посмотреть на то, как растет новая арена. А она действительно растет. Это прошлогодние кадры. В октябре 2014-го съемочная группа нашего телеканала здесь уже была. И в тот день строители начинали работу над крышей. Сейчас, спустя 4 месяца, она практически готова. Осталось только покрытие закрепить. Крыша стадиона раздвигаться не будет. Козырек защитит болельщиков и от солнца, и от дождя. Мест на стадионе будет около 33 тысяч. Причем места друг от друга отличаются. Вот здесь обычные для массового зрителя. А это уже вип-ложи. Их 30, в том числе и самая большая, президентская. Впрочем, по словам экскурсоводов, футбол будет виден одинаково хорошо со всех точек. За моей спиной скамейка запасных. Она будет располагаться прямо среди зрительских мест, на манер английских стадионов. Вообще вся арена интернациональная. Облицовочный камень привезен из Италии. Проектированием крыши занимаются немцы. А вот мембрана стадиона венгерская. Вдвойне приятно от того, что все это будет радовать нашего, краснодарского болельщика. На радость зрителям и еще одна фишка. Гигантский экран, который разместят на стене по всему периметру стадиона. Он будет показывать видео в формате HD. Ни одна арена в мире не может похвастать ничем подобным. В планах создание мобильного приложения, которое позволит прямо на арене скачать повтор голов и опасных моментов. Бесплатный Wi-Fi в помощь. Это, конечно, дело важное и нужное. Им обязательно займутся, но чуть позже. А сейчас в списке обязательных работ газон. Его не будут стелить. Трава вырастет здесь. Посев уже в апреле. И кроме ноги футболиста, на траву эту не ступит больше ничья. Спортивный объект предназначен только для игры номер один. Никаких концертов и легкоатлетических соревнований. Таково решение Сергея Галицкого. Президент клуба, кстати, уже определился и с первым матчем, который примет стадион. Это дерби будет, скорее всего. Тестовая игра, скорее всего, будет дерби. Скажем так, это не будет иностранная команда. Прежде всего, стадион строится для жителей города Краснодара. И наибольший интерес будет, конечно, встреча Краснодара с Кубани. Важная деталь – безопасность. Обеспечивать ее будут стюарды. Кормить на стадионе тоже будут. Здесь предусмотрены кафе, рестораны, панорамные бары. В общем, внутри, обещают, будет комфортно. Снаружи – красиво. Арену в народе уже называют Краснодарским колизеем. Не зря. Облицовочный материал привозят из Италии. И именно из такого камня сделан главный архитектурный памятник Рима. Сейчас облицовка стадиона ведется на подсистему из Нержавейки. Нержавейка тоже, скажем так, высоколегированная, идет из Германии. Эта система с травертином используется впервые на нашем стадионе. Закончить все строительные работы обещают в октябре. К этому моменту быки, если не сбавят обороты, вовсю будут бороться за Еврокубок. Возможно, за самый престижный на континенте. Подстать своему новому футбольному дому. Евгений Резник, Александр Кощеев, Кубань-24, Краснодар. В общем, ждем октября, запасаемся семечками. Ну а пока перемещаемся на другую краснодарскую арену, в баскет-холл, где локомотив Кубань установил один рекорд и приблизился к другому. Очередная встреча ЛАЗ-32 Еврокубка против Клоешки началась не очень приятно. Может, тяжелая предыдущая игра против ЦСКА, может, полупустые трибуны повлияли, но Лока на первый перерыв ушел в роли Дганя, еще в 18-20. Далее все по местам расставили Симон и Курбанов. Первый набрал 26 очков, второй 20. А Локомотив в итоге победил 92-79. И о рекордах. Победа над румынами для Лока стала 16-й подряд в Еврокубке с учетом сезона 2012-2013. Это новый рекорд турнира. Еще один по количеству выигранных встреч в одном сезоне пока не побит, а просто повторен. У краснодарцев на данный момент 15 игр без поражений. Столько же в прошлом году было у Химок. Опередить подмосковный коллектив Локомотив будет стараться в следующую среду в Валенсии. Оба клуба, к слову, выход в плей-офф себе уже обеспечили. И вот, кстати, уже известно, с кем Лока в одной восьмой финала Еврокубка будет играть. Это немецкий Бамберг. Ну а сейчас о другом плей-офф. Плей-офф континентальной хоккейной лиги, в которой всеми силами стремится Сочи. Очередным соперником стал Барыц. Все подробности сверх важного матча в сюжете. Без основного защитника Колядова, без основного нападающего Петерсона. Оба в сборных. Без голкипера Пепперли он в лазарете. С такими потерями сочинцы подошли к матчу. Потери хоккеистов восполнить сложно, но можно. Нападение, например, есть ребята, способные и без Андре отличаться. Макс Вяр, например, именно он открывает счет на третьей минуте. Леопарды используют численное большинство. 1-0. Ну а дальше трудиться приходится голкиперу Гаврилову. Он не раз спасает команду в первом периоде. Но сложно, когда соперник атакует с пятером, а у тебя в защите не хватает двух человек. В такой ситуации южане оказываются на 14-й минуте. Игнат Ушкин и Вяр на штраф скамейки. А такое большинство Барыц реализовывать умеет. Далман Точин и 1-1. Таков итог стартовой 20-ти минутки. Знали, что будет тяжелая игра. В Сочи дома играют очень хорошо. Где-то немножко поймали, наверное, на контратаке. Там одна ошибка была. Но в целом игра была очень тяжелая. Второй период стартует точно под копирку. Вновь третья минута, вновь гол. Вот только отличается игрок Бориса. Семенов выводит свою команду вперед. Причем опять в большинстве. А вот третий, а затем четвертый гол гости забили уже при равенстве составов. Свои фамилии в протокол записали Старченко и Доус. Хозяевам отметиться в графе заброшенные шайбы в этом игровом отрезке не удалось. Получилось забросить только в третьем периоде. Однако шайба Анисина только подсластила горькую пилюлю. Где-то была недоработка, где-то не хватало нам терпения. Все это называется одним словом, двумя словами, игровая дисциплина. К сожалению, у нас с середины первого периода она стала хромать. И как следствие, второй период соперник грамотно очень распорядился тем моментом, которые, в принципе, мы сами и создали. 2-4. Сочи, можно сказать, мало забил, много пропустил. В общем, без лидеров игра не идет. А в следующем пятничном домашнем матче против Сибири ни Петерсон, ни Колядов выйти на лед снова не смогут. То есть Буцаеву предстоит решить довольно сложную задачу. Владимир Черкашин, Кубань, 24. Сочи. Вообще, до завершения регулярного чемпионата сочинцам осталось провести 8 матчей. Леопарды по-прежнему седьмые на Западе. Согласитесь, здорово будет, если клуб в первый же год своего существования попадет в плей-офф. Но вперед не забегая, мы продолжаем обсуждать дела настоящего. Ну а в настоящем у нас рубрика «Герой недели». И Максим Деменко сегодня расскажет о том, как чемпионат Украины однажды выиграл. В Кубани как раз команда вылетала из союза тогда высшей лиги. Мы попали в первую лигу. После того, что я год отыграл в 17-летнем возрасте, наверное, по первой лиге, на меня обратили киевское «Динамо». Сначала они медосмотры проверяли физическое составе, очень много тестов было. И, в принципе, я прошел их как бы так легко. И тренера вот именно нашли этот мой ключик ко мне, какое-то отношение. Ну и плюс, вы понимаете, для ребенка в 17-18 лет попасть в «Киевское «Динамо», который грезил в свое время плакатами «Динамо Киев» и в то время Валере Васильевича Лобановского, конечно, для меня это была какая-то такая, знаете, эйфория с какой-то стороны. Но в то же время так все легко было на самом деле. Первый матч, это дерби был, это «Динамо Киев-Днепр», «Днепропетровск». 100-тысячный стадион киевского, но из Днепра приехали, из других городов, но, наверное, 1075 пришло. Вот, вы знаете, вот этот бум, шум, ажиотаж, и тренер вроде доверил. Первая, естественно, медаль – это чемпионство, чемпионство в составе «Динамо Киев» Украины. Естественно, это не передать, конечно, словами, ее получить. И первая, тем более, чемпионская, очень такая дорогого стоит. В 19 лет я стал чемпионом Украины. Завтра с Максимом увидимся вновь. Поговорим и о других делах спортивных, конечно же. Но на сегодня все. Приятного вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин